Добрый вечер! Добрый вечер всем! Я рада всех приветствовать. Давайте, девочки, для начала проверим, как меня слышно и как меня видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, либо оценочки. Дайте знать, что меня видно и слышно. Я сейчас гляну в чат. Добрый вечер всем! Всех вас рада видеть. Хочу, девчоночки, поздравить вас с сегодняшним праздником, с преображением и с яблочным спасом. Желаю, чтобы ваши семьи все были здоровы и счастливы, чтобы Господь оберегал вас и ваших деток, ваших близких. От всего сердца желаю вам всего-всего самого моего лучшего. Так, добрый вечер. Смотрю, присоединяются к нам девчонки. Я пока не вижу ваших плюсиков, пока я тут с вами тоже приветствуюсь. Добрый вечер! Добрый вечер! Девчонки, нас так много! Спасибо вам всем большое, что вы нашли время с меня. Ну, для кого-то рабочий день, для кого-то праздник, да? Ну, сегодня все пришли, спасибо большое. У нас территория все больше и больше расширяется. Мне девочки, буквально накануне несколько девчонок записали, что у них Камчатка уже начало четвертого. И я пишу, что девчонки, идите спать, будет запись. Нет, нет, мы дождемся. Спасибо вам большое, девчонки. Вот, пошли первые плюсики. Так, добрый вечер, добрый вечер всем. Хорошо, девчонки, я рада, что меня видно, меня слышно. Это замечательно. У нас сегодня такой интересный мастер-класс. Я надеюсь, вам тоже будет интересно вместе с нами сегодня творить. Готовила я, если честно, изначально была задумка сделать украшение тандем и в сочетании двух контрастных цветов. Приблизительно мое украшение, как бы, вот есть его начало. Вот оно, мое украшение. Вот девчоночки. Темно-коричневая роза и зеленые листья, ну, можно даже салатовые листья. Вот я как раз его делала под этот сарафанчиком. Он такой шоколадного цвета, с зелеными такими полосочками. И вот под него давно просилось какое-то украшение. Ну, вот я думала, либо сделать вот такое вот ошеринле, но оно еще не закончено, оно еще будет заканчиваться. Либо можно просто брошь, у меня плохо здесь видно. Ну, вот какое-то украшение на сочетание вот этих контрастных цветов. Ну, я под свой наряд, а каждая из вас, в принципе, может сделать под какой-то из своих нарядов, под какой-то свое платьице, либо сарафанчик. Поэтому я вам, в принципе, в анонсе скинула ссылочку на мою статью по сочетаниям цветов. И вы могли уже заранее определиться с теми контрастными цветами, которые вы будете использовать в этом мастер-классе. Ну, у кого-то будут одни цвета, у кого-то будут другие. Поэтому это уже на ваше усмотрение. Ну, вот буквально накануне этого мастер-класса я вспомнила о таком сорте роз. Они абсолютно натуральные, они не крашеные. Они действительно в природе двухцветные. И вот сама природа использует контрастные цвета, ну, чтобы сделать их такими более выразительными, наверное, более яркими. И поэтому у меня сегодня к вам предложение. Вы можете делать розочку и листья из контрастных цветов. Ну, вот как вот мое вот это украшение, да? Либо можете саму розочку сделать двухцветной. Листочки оставить натуральные зеленые. Как вам хочется, как вам ближе, вы уже сами выбирайте, сами решайте. Ну, и второе. Розочка будет у нас зефирная. Сейчас я гляну в чат. Ларисочка, спасибо большое. Украшение еще не закончено. Но просто я так вот делала хотя бы наброски, чтобы вам показать, какая была вообще задумка у меня для этого мастер-класса. Кто-то, возможно, сделает что-то в этом духе, ну, только, может быть, возьмет какие-то другие цвета. И, девочки, не обязательно брать вот листочки и делать зеленые. И я, например, у меня вот задумка сделать такую композицию в розово-серых. Сделать, допустим, розочки нежно-нежно-розового цвета, а листочки серого. Либо можно сделать розочки персикового цвета, а листочки мятного такого, ментолового цвета. Тоже персики и ментол очень хорошо сочетаются. Ну, и, в принципе, на ваше усмотрение, любое такое контрастное сочетание, которое вам нравится. У меня подружка, она очень любит сочетание голубого, лазурного и шоколадного. Тоже голубая роза с шоколадными листочками будет смотреться обалденно. Ну, и тем более, если у вас есть еще под это украшение, соответствующий наряд, то вообще замечательно. Так, пченочки, кто-то не может зайти, да, вот Светланочка написала обновить страничку. Спасибо, Светланка. Ага. Вот, да, и Лариса написала, чтобы в пять нажали. Да, спасибо вам, девочки, большое. Да, помогайте, потому что чат быстро бежит. Я не успеваю всю информацию быстренько улавливать. Так, вот, и Светланка пишет. Вот, Галиночка уже ответила. Ну, девчонки, спасибо вам большое. Да, и Леночка, добрый вечер. И Леночка, у вас с днем рождения, вы сегодня именинец. Я вас поздравляю. У вас сегодня такой тройной вообще праздник, и спад, и преображение, и день рождения. Ну, надеюсь, что мой мастер-класс будет таким маленьким подарочком. Да, всего вам самого наилучшего. Так, добрый вечер. Девчонки все еще присоединяются. Ну, это что касается для вот, для такого украшения, как я изначально думала. Но если вы будете делать розу двухцветную, пример фотографии я прикалывала к своей заметке в группе и присылала на почту. Можно по этому примеру сделать свою розу. Можно сделать какую-то, да, фантазию, выдумать свои цвета. Кто не может определиться с цветами, тогда выбирайте одну из предложенных фотографий и делайте вот по этим фотографиям. Это точно будет реалистично, точно будет смотреться замечательно, натурально, потому что эти розы действительно настоящие. И у вас получатся замечательные двухцветные розочки. Ну, и второе, что я хотела сегодня вам дать в этом занятии. Первое, это сочетание цветов, да, немножечко научиться сочетать контрастные цвета. И второе, научиться создавать зефирную розу. Зефирная роза в природе не существует, но многие мастера подписывают свои работы в зефирная роза. Каждая понимает мастерица зефирной розы по-своему. Как я понимаю, что она должна собой представлять, вы сегодня увидите, но те, кто со мной знакомы, наверняка видели мою белую розу. Она у меня очень долгое время была на аватарке моей основной группы. Я вам сейчас скину фотографии, потому что я сегодня аватарку в основной группе поменяла. И сейчас я хочу вам показать, девчоночки. Так, вот, вот такая вот розочка. Ну, вот так я себе представляю зефирную розу. Для меня зефир, ну, это сладость, деликатес, да. Он нежный, вот такой вот воздушный, немножко такой губчатый. Его хочется немножечко как бы прижать. Он пружинит при нажатии. И в то же время он очень аппетитно выглядит. Его хочется съесть. И так приблизительно вот так я представляю свою зефирную розу. Вот она такая беленькая. Фактура, в принципе, фоамирана очень подходит для названия зефирной. Он тоже немножечко такой упоростный, тоже немножечко такой упругий. И поэтому я думаю, что зефирная роза должна у нас сегодня получиться. Вот такая вот розочка. Ну, единственное, что здесь на фотографии роза белая. Мы сегодня будем делать немножечко розу посложнее. У нас сегодня будет роза двухцветная. Я буду показывать двухцветную. Но, девчонки, кто захочет делать одноцветную, будут делать одноцветную. Ну, а в принципе, изготовление самой розочки останется такое. Я знаю, что она получится зефирная. Я на свою розочку тоже смотрела сегодня. Ну, не знаю, насколько она зефирная. Она просто шоколадного цвета. Ну, у меня была задумка шоколадного сделать. Ее такую композицию шоколадную. Шоколадную с зеленым. Ну, чтобы подходила под мой сарафанчик. Ну, вот насколько получился у меня шоколадный зефир. Это, наверное, судить больше вам. Ну, она на самом деле действительно такая вот очень воздушная, очень упругая. Ее хочется немножечко прижимать. Ну, вот здесь сегодня такую розочку будем делать вместе с вами. Так, добрый вечер. Все, кто опоздал, ничего страшного. Мы только начинаем. Вот, Юлечка пишет, что у меня в работе проект Инь-Янь. Одна роза черная, а вторая белая. Вот, здорово. Можно даже розу сделать такую наполовину черную, наполовину белую тоже. Ну, то вообще будет Инь-Янь. Так, умнички мои. Хорошо, девчоночки. Еще, девочки, напоминаю, что вы можете сохранить записи всех наших занятий, если приобретете абонемент. Абонемент на месяц стоит 500 рублей, на полгода стоит 2500 рублей. То есть, получается, немножечко дешевле, на 500 рублей экономия. Те, кто вот спрашивают записи, и бывает, мне пишут иногда, и спрашивают записи мастер-классов, которые проводились в прошлом, позапрошлом месяце. Ну, к сожалению, по отдельности эти записи, они доступны, но за отдельную плату. И, в принципе, эти записи вы тоже можете приобрести, но намного выгоднее приобрести абонемент, всего 500 рублей. И в месяц у нас получается 4-5 мастер-классов. Ну, получается 100-100 с небольшим, ну, когда 5 мастер-классов, а рублей, ну, запись мастер-класса. Но зато она у вас останется навсегда. Вы сможете в любой момент ее пересматривать, останутся выигрыки. Ну, и вся эта информация. Поэтому, девочки, кто желает, можете приобрести абонемент. Если еще у вас нет вопросов, можете мне написать сейчас, либо потом я с удовольствием отвечу, кто немножко, ну, информацию, может быть, не полностью уловил. Да, еще, девочки, я в нашей группе очень подобавляла там несколько тем. Я сейчас тоже перейду быстренько в нашу группу, ознакомлю вас с новшествами. Вот она наша группа. Кто еще не присоединился, я настоятельно рекомендую. Здесь дублируется вся информация, потому что вот мне буквально накануне, вот Лариса писала, нету ссылки на сегодняшний мастер-класс. Девочки уже точно знают, что по средам я провожу в рамках нашей школы мастер-класс, и вот она до сих пор не получила, ну, просто элементарно письмо не дошло, либо просто убежала в спам. Поэтому, если вот такая у вас ситуация, сразу заглядывайте в группу. Здесь всю информацию я дублирую. Вот здесь последний пост, ссылочка на фото, список материалов, ссылочка на выкройки. И вся информация здесь дублируется, поэтому здесь вы точно ничего не пропустите. И вся актуальная информация здесь всегда есть. Да, кстати, девочки, пока не забыла, у меня некоторые девчонки спрашивали выкройку чашелистика. Я вот в комментариях добавила выкройку чашелистика. Она, в принципе, для нашего украшения не столь необходима, ну, потому что ее практически не видно из-за розочки. И если саму розочку крепить там к броши, либо к заколочке, ну, она как таковая там, в принципе, особо не видна и, ну, по идее, не нужна. Но при желании можете чашелистик тоже сделать заготовочку. Я покажу, мы сегодня его прикрепим, и наша розочка будет с чашелистиком. Так, это что я хотела сказать по информации. Также здесь в темах, девочки, тоже вся информация касательно нашей вообще школы. Здесь пока пять тем. Я еще в ближайшее время добавлю тему по мастер-классам осенним. Уже совсем скоро у нас осень. В сентябре ждет очень много таких осенних тем. Вот, я нажала на обсуждение, здесь уже появилось пять тем. Во-первых, у меня для всех своих новых подписчиков и, в первую очередь, для учеников школы есть специальное предложение. Записи мастер-классов, которые были проведены в рамках онлайн-флешмоба по полевым цветам и онлайн-флешмоба по весенним цветам. Каждый флешмоб себе содержит по пять мастер-классов по пяти цветочкам. Поэтому, девчоночки, можете перейти, посмотреть, ну, за пятьсот рублей, там даже чуть меньше, записи пяти мастер-классов можете приобрести. С точки очень актуальной, очень интересной. Потом, здесь также есть тема мастер-классов, по каким цветам вы бы хотели пройти в рамках школы. Не стесняйтесь, пишите свои пожелания, я обязательно их себе учту. Я уже потихонечку составляю план на сентябрь и там некоторые мастер-классы, которые вы просили, прошу прощения, они тоже будут входить в среду. Ну, где-то не выйдут в среду, а выйдут в следующие месяца, поэтому все пожелания буду учитывать. Дальше, записи мастер-классов с мая по июль. Все мастер-классы, которые проходили за этот период, тоже можете перейти по этой ссылочке и посмотреть. Здесь темы мастер-классов, следующая тема, это мастер-классы августа, наш график, какие темы, какие мастер-классы и по каким датам вас ожидают. Ну и самая последняя тема, она должна быть самая первая, но она не поднимается, не могу я ее поднять повыше, это правила обучения в нашей школе. Для девчончиков, которые только недавно присоединились, я рекомендую вам перейти, ознакомиться, они не настолько жесткие, но просто, чтобы вы знали и немножко ориентировались в нашей школе, чтобы я сейчас просто не тратила время, не занималась у нашего мастер-класса и не перечисляла все правила в нашей школе. Все, девчончики, это вот все нововведения, вы обязательно в обсуждение заглядывайте, тут периодически будут появляться какие-то новые темы, и вы будете владеть всей актуальной информацией. Все, девчончики, сейчас я вернулась, гляну в чат. Да, Ларисочка, наша группа уже приближается к тысячам, но вообще в нашей школе уже зарегистрировано почти две тысячи участников, поэтому мне очень приятно, что у меня так много учеников, но не все регистрируются в группе, возможно, кто-то не дошел, возможно, кто-то просто не зарегистрирован в контактах, и поэтому в группе нас почти в два раза меньше. Да, отмечать будь, обязательно. Так, вот, Наталочка спрашивает ссылку на группу, Мариночка уже ответила, спасибо, девчонки. Кого еще нет в группе, переходите. Тоже девочки спрашивали, участие в нашей закрытой группе абсолютно бесплатно. Она закрытая, она только для зарегистрированных учеников в школы, просто так вот, кто блуждает по интернету, в эту группу попасть не может. А девочки, которые регистрируются в школе, они в письме получают ссылку на нашу группу, и в эту группу могут попасть. Ну, участие в этой группе абсолютно бесплатное, она сделана для удобства, чтобы вы могли там видеть всю актуальную информацию касательно нашей школы. Ириночка спрашивает, а если на ножке. А, Ириночка не поняла, что розочки на ножке. Ну, мы сегодня не будем делать такую прям полноценную розу, мы сегодня будем делать розу для украшения. Поэтому она немножечко отличается от такой полноценной реалистичной розы. Не сильно, но все-таки. Так, хорошо, девчонки, я вопросов не вижу. Если возникнут еще вопросы касательно абонемента, либо вот записи, тогда пишите, отвечу. Ну, а пока перевожу камеру на рабочий стол и переходим потихонечку к творению. Так, девчоночки, две секунды, я перебазируюсь. Таким образом немножечко передвинуем компьютер, чтобы он нам не мешал. Так, девочки, напишите, пожалуйста, как видно рабочий стол. Все ли хорошо? Все ли видно, все ли слышно? Сейчас я... Мне почему-то замигал экран. При переключении на рабочий стол... Так, девчоночки, жду пока ваших ответов, как видно... Как видно рабочий стол, чтобы я знала, что все хорошо и всем все видно. Ниже камера, камеру, да, девочки, сейчас я отрегулирую. Так, девочки, две секундочки. Две секундочки, я... Я вернусь тенадолго и сейчас попробую еще раз на рабочий стол переключить. Далековато камера. Хорошо, девчоночки, ну сейчас мы отрегулируем и камеру, и все. Вот, в принципе, я так специально камеру подняла, чтобы не убегали сильно руки. Вот, вот таким образом. Вот, я свой листочек подвинула, чтобы я знала, где должна быть зона рук. Так, девчоночки, начнем мы с обработки лепестков. Я выбрала розу бело-бордовую, но на фотографии она даже больше не бордовая, а такая... Ну, ближе-ближе к бордовому все-таки. И буду творить вот такую двухцветную розу. И начнем сегодня мы с обработки лепесточков. Нам для этого понадобится утюжок, так что включаем утюги. Пождем, когда они немножечко прогреются. Так, девчоночки, сразу предупреждаю, если вдруг так получится, что пропадет вещание, вы не пугайтесь, я перезагружу, зайду еще раз. Мне вот почему-то не нравится, у меня в комнате вещание, экран мигает. Так, ну вы пишите, что все хорошо, все отлично видно. Хорошо, девочки. Так, да, Беночка пишет, если камера будет ближе, будут руки убегать. Да, 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 мы уже с девочками это поняли, поэтому я камеру поднимаю чуть повыше. Ну, я надеюсь, что будет всем хорошо видно. Если надо будет поднять ручки повыше, я подниму. Я выставляю свой утюжок на двоечку. Если у вас по тканям, выставляете на шелк, либо, ну, пробуйте сначала на шелк. Если плохо прогревается, тогда увеличиваем температуру, но очень аккуратно, по чуть-чуть. Потому что при перегревании камера становится более жестким, пластифицируется, и, ну, лепесточки тогда не очень реалистичные. Так, девчоночки, прикладываем лепесточек к утюгу. Буквально на несколько секунд, складываем его гармошкой и перетираем. В принципе, перетирать достаточно вот только верхнюю часть лепестка. Чтоб лепесточек наш утончился, он стал более тоненький, более реалистичным. И потом аккуратненько, аккуратненько растягиваем серединку, делаем наш лепесточек более выпуклым. Вот аккуратно, с большими пальчиками серединку так вот растягиваем. И у нас получается вот такой более выпуклый уже лепесточек. Если у вас, девочки, фоамиран очень тонкий, есть фоамиран, ну, такой, очень тонкий. У меня фоамиран иранский, ну, у него стандартная толщина, где-то 0,8 мм, плюс-минус до 1 мм. Но если фоамиран очень-очень тоненький, тогда, возможно, вам даже и переминать нет необходимости, сразу нагрели и делайте выемку. Я переминаю так пальчиками для того, чтобы лепесточек немножечко утончился. У нас был более нежный край шукулепестка. Хотя вот эта розочка, которую я вам показывала, как образец, ну, как я себе представляю, зефирную розу, эта работа уже, ну, этой розочке уже больше года, одна из первых моих таких работ. Там я, в принципе, лепесточки даже не перетирала, я сразу придавала им форму, немножечко нагревала на очаге и придавала им вот этой выпуклости. Вот это тоже, в принципе, получилось хорошо. Ну, как бы сейчас, мне кажется, что лучше лепесточки немножечко переминать, чтобы они были более тонкие, более нежные. Маленькие лепесточки просто пока переминаем и делаем выпуклые. С края я больше ничего не делаю. Лепесточки уже побольше, будем еще дополнительно обрабатывать края лепестков. Я лепесточки все разделила по размерам, чтобы потом не запутаться, мы потом их в такой же очередности будем и подклеивать. Собирать розочку, начиная с самых маленьких и заканчивая самыми большими. Девчонечки, напишите, всем ли видно, всем ли понятно, что я делаю. Сейчас я гляну в чат. Так, Любушка спрашивает за утюг, Ларисочка уже ответила. Так, Леночка присоединилась. Добрый вечер. Так, Юлечка написала, что если плохо видно, да, можно раскрыть экран, раскрыть видео на весь экран. Там, по-моему, с правой стороны на видео есть такой квадратик. Нажимайте, видео откроется на весь экран. Ну, тогда вы не будете видеть чата. Туда придется каждый раз возвращаться, нажимайте на Escape, кнопочка самая верхняя, с левой стороны на клавиатуре. И возвращаться в обычный режим, читать чат, потом опять разворачивать экран. Смотрите, как вам удобнее. Немножечко надрели. Гармошкой сложили, верхнюю часть переминаем между пальчиками. Потом выравниваем лепесточек, делаем такую выемку. Нам, в принципе, вот эта гармошка, она не нужна. Вот если мы в прошлый раз, когда делали розочку на самом первом занятии нашей школы, мы там тоже переминали лепесточки, но вот мы старались эту гармошку немножечко сохранить. У нас тогда вот такая получилась тоже интересная роза, ну, совсем другого сорта. Некоторые девочки написали, что похожа на азалию. Ну, у кого какие-то какие ассоциации были. Сейчас нам, в принципе, вот эта гармошка на лепестке не нужна. Нам главное лепесточек немножечко утончить, сделать его более нежным. Девочки, я еще забыла, сейчас я лампы немножечко поближе поставлю, чтобы было освещение получше. Так, и с другой стороны. Так, сейчас освещение должно быть получше. Так, Еленочка пишет, все видно и понятно. Хорошо, девчоночки, добрый вечер всем, кто присоединяется. Хорошо, двигаемся тогда дальше. Прогреваем следующий лепесток, складываем его в гармошку и переминаем. У кого ноготочки, ноготочки могут немножко мешать этому процессу. А у кого не сильно большие, то, в принципе, ничего страшного. Растягиваем посерединке, делаем такую лодочку и придаем нашему лепестку выпуклости. Такая работа немножечко монотонная, но очень полезная. Мелкая моторика, вот такие вот движения, пальчиками очень полезны. Мы сейчас, девчонки, сами оздоравливаемся. Пальчики уже горячие, точки все активизированы. Девчонки, если возникают какие-то вопросы, походу не стесняйтесь, задавайте. Я сейчас перейду в чат, почитаю, если кому-то что-то непонятно. Гляну быстренько в чат. Еленка пишет, опять мои мысли читайте, только подумала, что ногти немного мешают. Да, приходится приспосабливаться. Да, есть такое дело. Так, вот, да, девчоночки тут рекомендуют немножко увеличить окошечко, чтобы было лучше видно. Спасибо, девчонки вам, мои помощницы. Ой, один порвала. Я заготовила еще лепесточка. Там, получается, по выкройкам маленьких лепестков 15. Но я заготовила 16, но вот один все-таки. Утилизировался. Немножко перестаралась. Да, лепесточка, девочки, можно, в принципе, не обрабатывать. Мы будем обклеивать основу нашей серединки, сердцевинки. В принципе, их обрабатывает АЖ. Ну, нет особого смысла, не будем тратить время. Переходим к лепесточкам среднего размера. Тоже прогреваем на утюге. Осказываем гармошку. Перетираем между пальчиков. Я перетираю где-то чуть больше половины лепесточка, верхней половины. Тоже делаем углубления. Теперь, девочки, вот получился у нас такой вот выпуклый лепесточек. Теперь обрабатываем немножечко края. Вы еще можете смотреть на свою розочку, если вы выбирали одну из розочек по фотографии. Там три розы, но они немножечко отличаются друг от дружки. У кого-то край лепестка более загнут, закручен, у кого-то менее закручен. Я покажу сейчас в принципе, а вы уже смотрите по своей розочке. Там особенно у розы на третьей фотографии, желто-красной, у нее вообще лепесточки очень закручены. Прикладываю краешек, буквально совсем-совсем чуть-чуть к утюжочку. И вот так вот пальчиками помогаем, закручиваем. Вот так, девчонки. Закрутили с одной стороны, прикладываем с другой стороны. Тоже лепесточки, они все разные. У кого-то один краешек будет закручен, у лепесточков второй краешек не будет закручены. Так что ничего страшного. И тоже один краешек может быть больше закручен, другой менее закручен. Не переживайте по этому поводу, будет более реалистично. Вот таким образом обрабатываем все лепесточки средней, ну и в принципе и большие, тоже похожая будет обработка. Перетираем пальчиками. Перетираем пальчиками. Тоже прикладываем ненадолго. У меня утюг получился с левой стороны, с правой стороны стоит компьютер. А работать мне лучше таким образом. Вот, закруглили один краешек. Прикладываем, к утюгу прикладываем изнаночную сторону. Вот, здесь получились такие больше, более закрученные лепестки. Они потом немножечко расправятся, но это тоже ничего страшного. Нагрели, обработали, расправляем. У кого не получается, девочки, пальчиками, можно воспользоваться зубочисткой. Подкатывать зубочистку и зубочисткой прокатывать, может, тогда будет вам проще. Но надо делать быстро, пока фоамиран тухнет. Продолжение следует... На фотографии второй розы, розово-белый, у него листики вообще практически ровненькие, не закругленные. Можете, по желанию, оставить их ровненькие. Просто нагреть, немножечко перетереть между пальчиками лепесточек. И потом просто лепесточек расправить. Хорошо, хорошо, хорошо расправить. Чуть-чуть сделать выемку. Он все равно не получится прям сильно ровный. Он получится все равно такой вот живой, немножечко волнистый краешек. Можно, можно и так оставить. Ну, в моем понимании, вефирная розочка вот с такими немножечками закругленными краешками. Так, девочки, гляну в чат, как у вас дела. Так, Юленька, сегодня могу только смотреть, как рождается очередная красота. Делала сегодня пиончик, пальцы очень сильно смазолила. «Мариночка, как вы боретесь с этими неприятными побочными мнениями?» Вот, Танюша написала название мать, ей помогает. Я никак борюсь. Потом кожа сползает, пальцы. Ну, я просто, если есть возможность, то я как бы регулирую нагрузку, да, на пальцы. А когда, конечно, там неотложный какой-то заказ или срочно надо что-то делать, ну, уже приходится с такими пальчиками работать до мозолей. Так, Любушка пишет, не очень видно, закручиваем вовнутрь или наружу. Наружу закручиваем. Просто я листочек переворачиваю, ну, чтобы было мне удобно. Переворачиваю, получается, наружной стороной. И уже закручиваю краешек. Танечка пишет, что у лепестков двух цветов должно быть порвано. Да, да, Танечка. Так, Наталочка присоединилась. Здравствуйте, добрый вечер. Запись будет, да, Наталочка, будет завтра до полудня. Это тоже, девочки, я описала. В правилах нашей школы, в нашей группе найдите в обсуждении. Там все эти моменты есть. Доказать доступную запись. Вот, Людмила пишет, что по-моему никуда не закручиваем. Вот, ну, для вашей ручки, в принципе, это не необходимость. Переходим к второму цвету. У меня это белый. Вот, Танечки, еще хочу вас попросить. В нашей группе тоже есть альбом специально для фотографий ваших работ. Буду очень рада, если будете выставлять туда свои фотографии. После мастер-класса по плющу, там были три работы. Ну, я буду рада, если будет работы еще больше, потому что, в принципе, девочек с нами работает намного больше. Мне будет очень интересно. Мне просто, ну, для себя, как для преподавателя, интересно увидеть, как вы поняли, что у вас получилось. Ну, и по сегодняшней розе я тоже смогу постретить ваши фотографии. А если надо, там, так, может быть, какие-то рекомендации, советы. Так что не стесняйтесь, выкладывайте свои фотографии. Они для меня тоже очень важны. Не только сам процесс. Хочется видеть, конечно, и результаты. Увидимся. Ой, я что-то found. он принципе от утюга уже лепесточек нагревается и немножечко выгибается в сторону утюга возможно для вашего сорта этого даже достаточно будет чуть приложили краешек он немножечко закруглился и уже уже получилось хорошо только не перекладывайте лепесточек полностью прикладываем только совсем краешек потому что все наши старания переминания и вся наша выпуклость они пропадут на утюге фоамиран быстро расправится распрямиться поэтому для вот этих закруглений прикладываем только краешек и среднего размера уже почти закончились сейчас перейдем к размеру большому форму закончили со средними размерами сейчас я гляну быстренько в чат Светланочка добрый вечер Виктория спрашивает какими красками можно красить фоамиран можно в принципе практически любыми красками фоамиран очень такой благодатный материал очень хорошо абсорбирует впитывать себя любой краситель но профессионально рекомендуют масляный пастель либо масляную краску вообще производители иранского фоамирана даже выпускают масляную пастель и масляные краски специально для окрашивания фоамирана либо можно тонировать акриловой акриловыми красками и акварельной пастелью я если честно чаще всего тонирую акварельной пастелью иногда масляной пастелью и масляными красками если нужна какая-то более яркая окраска либо нанести какой-то точный рисунок то тогда масляные краски тамеша пишет чуть-чуть осталось да девчоночки чуть-чуть самый такой длительный процесс подготовки девочки здесь закручиваем тоже с одной стороны чуть закрутили с другой стороны и по желанию можно немножечко пройтись оставшийся край лепесточка вот так чуть-чуть буквально его немножечко загнуть наружу чтобы сделать более округлый край лепестка как у настоящая роза он во первых и лепесточек будет так смотреться более аккуратно но не будет таких срез срезов вот после ножничек оставаться будет более аккуратным смотреться кирилл очка присоединялась добрый вечер чем больше лепестки тем больше наша гармошка тем немножечко тяжелее переминать ничего страшно еще чуть-чуть осталось расправляем наш лепесток делаем выпуклость и придаем нашим краям немножечко закругление я так вот принципе даже касаясь к утюгу можно даже без пальчиков немножечко надавливаем вот он уже закрутился закруглился получился такой краешек закруглены с этой стороны и членочки тоже те кто участвовал в мастер-классе в пятницу у нас такой был очень объемный мастер-класс мы делали композицию в стиле марсала тоже девчонки присылайте работы пока ни одной работы не прислали я только у машеньки на страничке на ее личной страничке увидела фотографию орхидеи в группе пока никто еще не присылал тоже присылайте будет интересно посмотреть потому что мы так плодотворно три с половиной часа работали хочется увидеть результаты и я там девочки писала на следующий день в письме мы забыли окрасить эту маленькую детальку в виде гантели то есть мы ее затонировали а потом еще необходимо было точечки тоже на ней поставить бордовой красочкой если кто-то вот упустил этот момент ну может письмо не прочитал то вот доделайте что хочется чтобы ну уже орхидейка была такая законченная вот здесь вот 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 немножечко закруглили края здесь вверху закруглила побольше и всё снова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я, в принципе, могу и за полчаса справиться, если буду так оперативно работать, главное, чтобы еще никто не отвлекал. Ну, зависит уже от навыков. Конечно, это вручная работа, кропотливая, и на нее тоже требуется время. Вот, Анюша, я потом как, выложу все фото цветов? Так, пока к зачетам готовились. Ну, да, зачеты — это дело важное. Так, Еленочка, а мне немножко обидно за Дальний Восток. Все уроки начинаются в 2-3 часа ночи, мы уже спим. А запись можно посмотреть до 5 вечера. У нас только работа до 5. Пока домой наберешься, уже есть 7 вечера. Получается, что у Дальнего Востока только платные МК доступны. Так, Екатеринка присоединилась. Ну, я, девчонки, открою большой-большой секрет для тех, кто сидит сейчас в эфире. Я, в принципе, записи оставляю даже чуть-чуть, наверное, дольше. Поэтому приходите с работы, сразу включайте и смотрите. И я думаю, что должны успеть. Да, вот держаться до последних, да, не стоит. Может, если есть возможность, лучше раньше проснуться. Так, конечно, сидеть до 3 часов ночи — это тоже не дело. Так, Лидочка пишет, я окрашивала масляной пастелью, а у меня потом цветок оставлял краску на руках. Чем можно закрепить, чтобы не красился? Он, в принципе, оставляет краску на руках, но сам цветок потом не будет ни вымазываться, ни краска не смываться, ничего не будет. Так что не переживайте. В принципе, после любой тонировки ручки выпачкиваются. Но краска очень хорошо впитывается в структуру фоамирана, и потом она не смывается, не мажется. Так что можете не переживать. Ну, Танюша написала, можно лаком для волосы закреплять. Я, если честно, не закрепляю лаком, оставляю так, ну, более натуральным. Так, Лидочка спрашивает по стоимости такой розочки. Танюша, ты делала три региона. Ну, да, девчонки. В Москве, наверное, подороже, может быть, в более маленьких городах поменьше. Ну, так как я не россиянка, мне сейчас тяжело будет сказать в рублях, сколько будет такая розочка. Ну, мне кажется, около трехсот рублей. Тем более, это полноценная какая-то брошка. Розочка там с листочками, прикрепленная она уже на основу. И не дешевле, можно дороже тоже. Иринка пишет, Марина, у меня не получается окраска, как бы полосочками. Откройте секрет. Ириночка, открою как-то на мастер-классе. Я поняла, вы за тигровую розу говорите. Как-то вместе будем тонировать. И я расскажу, покажу, может, сейчас на пальцах не получится объяснить. Тоже можете написать свои пожелания в нашей группе. Там, где пожелания, какие мастер-классы вы хотите, можете написать тигровая роза. Ниночка, я из Украины. Я на юге Украины, Одесская область, совсем недалеко от Черного моря. У нас вообще здесь юг Украины. Ну, очень много национальностей. Наш регион вообще называется Бессарабия. Это территория от устья Дуная до устья Днестра. Местарабия, который в Молдавии дальше протекает. Очень много национальный такой край. У меня в крови тоже очень много намешано разных национальностей. Вот у меня бабушка, она честокровная россиянка. Она приехала из России. Не знаю, где они с дедушкой повстречались. Она россиянка из глубокой России. Город Златоуст, может кто-то знает, кто-то слышит. Это родина моего отца. Вторая бабушка местная. Местная, и тут у нас кровей в местных намешано очень много. Ксюшенька, на какой клей будем клеить? Я буду на силиконовый пистолет. Здесь, в принципе, нет никакой такой мелкой особо работы. Единственное, что листочки на секундный клей будем клеить. Потому что силиконовый он не возьмет, проволочку не держится. Наверное, на силиконовом. Проемние древнички. Украина. Да, моих соотечественников все больше и больше. Меня это очень радует. Я первое время, когда только начала такую деятельность в интернете, это уже больше года назад, в основном у меня слушателями были россиянки. Ну, просто территория побольше. Сейчас все больше и больше моих соотечественников. Меня это очень радует. Так, девчонечки, потихонечку мы с лепестками делаем. Так, девчонечки, потихонечку мы с лепестками делаем. Лепестками уже заканчиваете. Может, уже даже кто-то закончил. Настюша пишет, как в песне цыгане шумные толпы по Бессарабиду. Да, да, это наш регион. И цыганей хватает, и молдаван, и россиян, и украинцев, и белорусов, как гаузы, и арнауты. Здесь столько кровей намешано. Ну, когда-то на эти земли, вот еще при Екатерине, она раздавала своим подчиненным здесь угодья. А потом сюда бежали крепостные крестьяне. Кстати, вот задунайские казаки, те, кто бежал из Запорожья. Поэтому очень много разных кровей. Такая интересная история. Вот, Виктория, она у нас профессиональный флорист, дизайнер по цветам. Вот она пишет, что тигровая роза называется Red Instruction. Ну да, тоже стала очень популярна в последнее время. У меня папа очень болеет розами. Ну, тигровая роза тоже есть в его коллекции. Я вот сколько помню, он постоянно достает какие-то редкие сорта, высаживает дома. Так, еще чуть-чуть, девчонки, еще немножко. Дальше уже пойдет веселее, когда будем собирать розочку. Будет уже веселее. Так, Машенька пишет, Мариночка, запись о танце хотя бы в группе. Машуль, ну вот в группе будет висеть последний пост, там, где ссылка на эту комнату. И по этой отсылке можно будет посмотреть запись завтра, ну, до полудня. Ну, возможно, я чуть-чуть там задержусь. Не знаю, как лучше девчонки поступать, потому что девочки записи копируют, кто просто рассылают по интернету. Я уже не в нескольких группах свои занятия видела. Они, в принципе, предназначены только для учеников моей школы. А так, получается, там их смотрят все. Ну, все, кто заходит в группу, естественно, они ко мне не возвращаются. Мне это как бы не очень интересно. Поэтому вот с записями такой вот интересный вопрос. Ну, поэтому я вот дала возможность для девчонок приобретать абонемент. Цена достаточно такая приемлемая, я считаю, 4-5 мастер-классов, которые проходят в течение месяца. Ну, достаточно приемлемая. И тогда запись у вас 100% сохранится. Эта ссылка потом будет недействительна. Я запись сохраню по другой ссылочке. И тогда вы сможете уже пересматривать сколько-сколько душе угодно. Так, все, я вот пока с вами мило беседовала, закончила. Свои лепесточки практически. Вот, это обрабатываем краешки. Девочки, кто выбрал вот розу, которая на фотографии, на третьей фотографии была такая желто-красная, у нее там более закрученные края. Поэтому так вот кидайте этому значение. Мариночка, а PayPal уже активизирован у нас? Я с PayPal, не знаю, я вроде его активизировала. Вроде все сделала правильно, но вот девчонки пишут до сих пор, что оплата не проходит на него. И я, честно говоря, даже не знаю, с кем мне посоветоваться по этим техническим вопросам. Ну и девочки не пишут, ну почему не получается, что там с той стороны пишет система. Ну что, с моей стороны, вроде как бы в системе все нормально. Что из-за чего? Из-за чего не проходят оплаты? Так, Танюша пишет, обидно, конечно, когда есть недобросовестные ученицы. Ну, они даже не то, что недобросовестные, Танюша. Просто так вот у человека психика устроено, да, вот то, что они получают бесплатно. Кажется, что это, ну, можно распоряжаться этим как угодно, где-то публиковать, с кем-то делиться. Ну, в принципе, ну, как у меня, ну, не совсем все бесплатно. Вы же в эту школу зарегистрировались, вы стали моими ученицами. Вы мне доверяете, как мастер, указали какое-то доверие. Ну и плюс я получаю массу позитива, тоже, можно сказать, обратная такая оплата. Ну, действительно, мне очень приятно, и вот эти наши общения, и эти сборы. И я вот когда проводила флешмобы, я получила массу заряды положительную. Поэтому я вот решила наше занятие поставить такое на постоянную основу, и я вот организовала эту школу. А девчонки, которые, ну, публикуют, они об этом немножко не задумываются. И когда уже бесплатно гуляют эти записи, то, ну, во-первых, снижается их, как бы, ценность. И я потом записи свои, потом предлагаю, как бы, на продажу. Кто не успел быть онлайн, кто не приобретал абонемент, ну, как бы, эти записи можно приобрести. Но если они будут в открытом доступе гулять по интернету, то, естественно, никто у меня их покупать не будет. У меня тоже трое деток, мне тоже хочется кормить. Ну, как бы, так, палка от двух концов. И я, как бы, делюсь против, как бы, от всей души, но есть это палки в стороне конец. А, Иринка пишет, Риша, и так не скучно, весело я. Я и циток сами делаю, и компот закрываю. Не скучно, вот это здорово, Иришка. И я закатки на завтра оставила, у нас уже персик посел, уже сыпется, надо с ним что-то делать. Думаю, все, сегодня проведу мастер-класс, завтра им займусь. Так, хорошо, девчоночки, переходим к обработке листочков, пока наш утюг тепленький. Так, чтобы и не перемешать наши лепестки. Вот так вот я их разделю. Поближе ставим наш молд. Но перед тем, как мы листочки будем обрабатывать на утюге и прикладывать к молдам, мы должны делать на них такие надсечки, надрезы. Ножницы прикладываем практически параллельно к краю лепесточка, вернее, листочка. Я сейчас, наверное, подниму ручки немножечко повыше, чтобы вам было видно. Так, чтобы они только не убивали. И делаем не очень глубокий надрез, потому что у розы у нее нет таких прям сильно длинных зубчиков. Сейчас я подровняю здесь неровности. Вот, девчонки, прикладываем ножницы. Вот они практически идут, ну, не параллельно, по диагонали, можно сказать, по отношению к краю листочка. И делаем неглубокие такие надрезы. Сейчас их не очень хорошо видно, тем более, наверное, на камеру. Но когда мы обработаем их на молде, все эти зубчики, они будут очень хорошо проявлены. Так, там, девчонки, тоже на выкройках было написано 5 листочков. Ну, как бы, такой, мне кажется, минимум для создания украшения. Но там дальше по желанию. Допустим, на мое ожерелье, там, конечно, листочков пойдет побольше. Я потом добавлю еще веточки с листочками, и там листиков будет побольше. Если для броши, то, в принципе, для заколочки, то, в принципе, даже 5 листочков будет достаточно. Я подготовила 6 листочков. Вот, сделаю две такие веточки. Ну, как у розы, у нее на веточке располагается 3, а то и 5 листочков. Ну, такой сложный лист, который состоит из более мелких листочков. Из 3 или 5. Так, и сразу тоже еще нарезаем и наш чашелистик. Здесь надрезы можно сделать поглубже, можно не стесняться. Но ножницы тоже направляем также по диагонали. Так, переворачиваем, делаем надрезы с другой стороны. Девчонки, кто выкройку чашелитика не нашел, она есть в последнем письме, которое я прислала за час до нашей встречи. И также в комментариях к последней записи в нашей группе тоже можете найти. Для броши, в принципе, она не столь необходимая деталь. Сейчас я покажу свою розу еще раз. Допустим, у вас будет, ну, не ожерелье, а будет такая брошь. И вот чашелистик с обратной стороны, он практически по своему диаметру подходит по диаметру розы. Его практически с этой стороны, с внешней его не видно. Вот, может быть, чуть-чуть проглядывают вот эти вот зелененькие хвостики. Поэтому прямо скажу, что острая необходимость, острая необходимости нет. Ну, по желанию. Мы сегодня прикрепим, а вы дальше, когда будете делать свою брошь, можете, в принципе, обойтись и без чашелистика. Так, ченочки, гляжу в чат. Яночка пишет, что с той стороны просто не выдается способ оплаты через PayPal. Так жалко. Я могу только таким способом оплатить. Сколько бы уже ваших мастер-классов приобрела, и не только ваша операция. Яночка, ну, вы мне потом в личку напишите. У меня, в принципе, девчонки оплачивают обучение, мастер-классы и курсы через международный перевод Unistream, Western Union. Там, правда, ну, если совсем небольшая оплата, то не очень выгодно. Да, если мастер-класс на 370 рублей, то будет там сколько там, пару долларов. Ну, не очень интересно. Ну, можно, в принципе, оплатить, допустим, за несколько сразу мастер-классов. Надо будет просто говорить, а мне надо будет еще немножечко поковыряться, конечно, в этой системе PayPal. Может быть, я разберусь все-таки. Калинка пишет, Марина, когда вы все успеваете, МК снимаете с детьми заниматься? У меня, если честно, как мама, конечно, грызила совесть, что я уделяю деткам мало внимания. Мне бы хотелось больше уделять, но стараюсь-то. Стараюсь везде успевать и всем уделять внимания. Юлечка спрашивает, осенний флешмоб планируется? Я, честно говоря, думала и планировала по осенним цветочкам делать осенний флешмоб. Ну, потом так подумала, у нас, в принципе, как бы занятия, ну, в школе занятия регулярно проводятся. И я осенние цветы в программу нашей школы включу. Мы обязательно будем делать и хризантему, и астры, и георгины. Все осенние цветочки мы все будем делать. Это раз. Во-вторых, ну, флешмобы я когда проводила в прошлом году, и в этом году, вот, весенний флешмоб, летний флешмоб. Ну, как-то было интересно, сильно активизировали девчонки. Но сейчас смотрю, этих флешмобов, темы переняли все очень быстро. Флешмобов очень много, и, ну, как бы, не так вот интересно уже. Это, наверное, как конференция, когда они только появились, было всем интересно. Сейчас конференции, их так много, они уже не так популярны, не так интересны. Да, Галиночка пишет. Самое главное, вы тратите свое время, которое отнимаете у семьи. Ну, мне, в принципе, это занятие приносит удовольствие. Это раз. Ну, и как бы все равно я отдачу чувствовать девчонок, вот, когда получаю ваши комплименты. Ну, для меня это очень большая награда. Так, Галиночка, привет. Магодетный, вот, Магодетный. А, Танюша, я с вами. Да, а мне кажется, многие. Магодетные, ну, и детские, у кого есть. Увлечены творчеством. Это такой уход от реальности, от быта, от семьи. Я, в принципе, в рукоделие ударилась, можно сказать, когда родился третий малыш. Хотя, в принципе, я, ну, с детства рукоделила, но так вот активно ушла, да, с рождением третьего. Вот, действительно, был такой какой-то немножко уход, как бы время для себя. Да, постаралась бы выбить из семьи, потому что мама тоже заслуживает на какую-то отдушину. Поэтому, мне кажется, да, все, кто с детками, меня понимают. Так, хорошо, девчоночки, движемся дальше. Берем наши листочки, прикладываем к утюгу. Я сразу готовлю молд. Прикладываем листик к молду. Смотрим, чтобы была центральная прожилка по центру нашего листочка. И плотненько-плотненько, так хорошо, пальчиками прижимаем. Прям даже, я немножко как будто как втираю фоамиран в молд, чтобы оттиск остался как можно лучше. Вот, все, я надеюсь, видно хорошо на камеру. И вот все наши зубчики, вот они хорошо уже подтопырились. Их стало лучше видно. Фактура тоже спечаталась хорошо. Ну, вот таким образом обрабатываем все листочки. Сейчас девчоночки за PayPal заговорили. Я просто уже мужу смеюсь. Хочу купить камеру, не камеру, а карту. И отмечать, откуда у меня ученицы. У меня же ученицы есть из Америки, из Канады, из Ирландии, Германии, Беларусь, ну, Россия, Украина, Казахстан. Ну, в общем, много, с Польшей девчоночки есть. В общем, уже очень много стран. Меня, конечно, это очень радует. Девчонки со всего мира интересуются. Спасибо вам большое. Здесь тоже так хорошо пальчики прогреваются. Я так очень плотно стараюсь давить, чтобы фактура хорошо осталась, отпечаталась. Так, еще два листика. И последний. Все, с листочками мы закончили. И остался чашелистник. Кто будет делать чашелистник, можно приложить сразу полностью, можно сразу его сложить. И постараться хорошо прогреть с одной стороны, с другой стороны. И теперь быстренько переминаем между пальчиков. Вот так сложили, чтобы все лучики были сложены один на другой. Серединку держим пальчиками. А лучики перетираем. Вот, перетерли. Теперь расправляем. Я сильно лучики не расправляю. Мне вот нравится-то, да, когда они такие немножечко закручены. Все, пока нашу детальку оставляем. Так, ляжут девчонки в чат. Елена, Эстония тоже. Да, Эстония, Латвия, Литва тоже забыла за ваш край. Галиночка, нет, сегодня подкрашивать не будем. Мы сегодня заранее подготовили лепестки двух цветов фоамирана. Подкрашивать пока не будем больше ничего. Так, Александра присоединилась. Записи МК будет, да, завтра до полудня. Только подошла, заготовки не сделала. Но ничего страшного, доделывайте заготовочки. Ну, по записи уже потом соберете розочку. Все, девочки, утюг нам, в принципе, не нужен. Можно его убирать в стороночку и включаем клеевые пистолеты. Так, пока пистолет нагревается, готовим кухонную фольгу. Открываем небольшой кусочек, ну, где-то вот такой. Для украшения, в принципе, нам не надо сильно большого бутона, сильно высокой розы. Поэтому такой кусочек для серединки подойдет. Если будете делать розочку повыше, ну, чтобы бокал был повыше, тогда немножечко надо будет сделать серединку побольше. Дальше подготавливаем еще флористическую проволоку. Я сразу беру две проволочки. Нам понадобится небольшой кусочек для центральной розы. Если, девочки, вы сразу планируете свою розочку крепить на брошь, заколку, вам, в принципе, ножка для цветочка не нужна. Тогда для самого цветка проволоку не готовьте, не делайте. Я небольшую ножку сделаю. Я еще не знаю, чем будет моя розочка, каким украшением, либо, может быть, просто где-то в композиции. Поэтому я для нее стебелечек сделаю. И шесть небольших кусочков для листочков. Два из них можно сделать подлиннее, а остальные покороче. По длине это будет у нас центральный лепесток. На стебелечке, если вы планируете свою розочку делать на стебелечке, делаем петелечку с помощью круглогубцев. Вот, сделали петелечку. Теперь наш небольшой кусочек фольги сложили несколько раз, капнули немножечко клеем. И фиксируем нашу петелечку, нашу проволоку на этом клее. И теперь из фольги формируем капельку. Острый край капельки вверху. И закругленный внизу. Вот приблизительно где-то такая капелька. Можно даже еще чуть-чуть меньше постараться спрессовать нашу фольгу. Вот такая где-то капелька. У меня она не совсем получилась капелькой. Ну ничего. Так, быстренько гляну в чат, как у вас там дела. Так, Рюлечка пишет. Девчонки, идите в ссылочку на группу. Так, Рюлечка, ссылочку кинули вам. Присоединяйтесь. Виктоша пишет. Мариша, золотые ручки. Люблю твои цветочки и свечи. Молодчинка. Спасибо, Виктоша. Спасибо большое. Такой теплый человечек. Такие теплые письма мне пишут периодически. Спасибо. Так, хорошо, девчоночки. Только Людмила, ну и девочки, кто просит ссылочку, если вы в нашей школе не зарегистрированы, я вам настоятельно рекомендую зарегистрироваться. Возможно, сейчас попадают девчонки, кто видит комментарии на страничках наших участниц и переходят на прямую трансляцию. Если вы в нашей школе не зарегистрированы, вы зарегистрируетесь. Тогда вы будете получать информацию и на почту тоже. Хорошо, девочки. Дальше мы берем вот эти наши два лепесточка, самых маленьких, которые мы не обрабатывали, и с помощью их мы обвернем нашу капельку. Наношу клей с одной стороны, прикладываю лепесточек и обворачиваем нашу фольгу. Наша задача вот этими двумя лепестками хорошо плотненько обвернуть фольгу, чтобы она нигде не проглядывала. Наношу клей с обратной стороны, прикладываю второй лепесток и закрываем фольгу с другой стороны. Вот такая у меня будет бордовая серединка. Вы выберите любой цвет, какой вы захотите для серединки. А теперь будем чередовать. Собираем три лепесточка белого цвета, отличного цвета в серединке. Вы смотрите, какие цвета вы выбрали. Я их сразу соединю между собой в виде такого веера. Наношу немного клея на край лепестка и получаем такой веер. И теперь этот веер прикладываем к нашей серединке. Приложили, прикрепили. Смотрим, если надо, где-то еще клеем зафиксировали. Три лепестка, это как раз, чтобы обходить где-то половинку нашего бутона. С обратной стороны мы приклеим три лепестка контрастного цвета. Берем три лепестка другого цвета. Тоже склеиваем их между собой в виде такого небольшого веера. Вот там, девочки, надеюсь, всем видно. И приклеиваем с противоположной стороны. Теперь опять берем летесточки белого цвета. Здесь у меня осталось их пять. Переклеиваем их между собой, соединяя сначала. Приклеиваем их где-то на серединку предыдущего лепесточка. Каждый лепесточек, он где-то до серединки предыдущего. Вот такой веер у нас получился. Его приклеиваем с белой стороны нашей розы. Продолжаем. Здесь у нас пока еще такой центр нашего цветочка. Он такой еще более закрытый. Все поправляем, чтобы лепесточки все были на одном уровне по высоте. Дальше. У меня осталось контрастных маленьких всего два цвета. Берем лепесточки уже до следующего размера и потихонечку будем их прикреплять. Проволочки и листочки я пока отложу в сторонку. В зелени мы перейдем попозже, чтобы они нам тут не мешали. Начинаю подклеивать с маленьких и потихонечку перехожу на большие лепестки. Я капельку клея капаю на предыдущий лепесток на место, где будут крепиться следующие. И переходим теперь к лепесткам среднего размера. Один лепесток и еще один лепесточек приклею бордового цвета. Точно так же, девочки, приклеиваем где-то начиная с середины предыдущего лепесточка. Чтобы у нас сохранялась реалистичность. Далее переходим на лепестки белого цвета. Наша розочка потихоньку начинает приоткрываться, поэтому я капаю клей только у основания лепестка. Вот я капаю буквально капельку и сюда приклеиваем только основание лепесточка. Вот наша роза начинает потихонечку раскрываться. как раз еще место для одного лепесточка белого цвета. И переходим к лепесткам бордового цвета. у меня бордо, у вас какой-то другой может быть свой. Девчонки, которые делают однотонную розу, ну тогда просто по очереди приклеивайте. Сначала лепесточки маленькие, потом средние и потом самые крупные. Уже тогда не заморачиваемся на размерах. и на цветах. Вот. У меня лепестки среднего размера бордового цвета уже закончились, но мне не хватает здесь еще одного лепесточка, я беру лепесток уже большего размера. Вот. Теперь можно переходить на лепестки беленькие. У меня еще остался один незамеченный лепесток среднего размера, я подклею сначала его, просто подклеиваю чуть-чуть выше, чтобы он уже был на одном уровне с лепестком тем более крупным. Таким образом и подклеиваем дальше лепестки белого цвета, но уже более крупные. девчонки, сейчас я гляну в чат, а то я увлеклась. Танюшенька, я отстала, придется назад отмотать, но ничего страшного, всегда можно отмотать, пересмотреть. Маргариточка пишет, что уже красота получается, конечно, девчонки. Алиночка, через сколько чередовать лепестков? Ну, я сейчас количество говорю, сначала мы три по три, сначала обклеили серединку, потом три по три, ну, а дальше вы уже смотрите по своей розочке, главное, чтобы где-то приблизительно было на одном уровне, пополам, с одной стороны бордовые, с другой стороны белые, ну, у меня, у вас, может быть, какой-то другой цвет. Прям точно под линейку все равно не получится, так, чтобы прям такая была ровная грань, это же цветок, вы даже на фотографии видели, что там такой прям четкой грани нет, поэтому, если где-то более темный лепесток вылезет на более светлую сторону, это нормально, это допустимо. Танюшенька, забыла клей включить, Таня, ничего страшного. А какой у меня получился размер капельки? У меня где-то капелька сантиметра полтора, ну, максимум два было. Да, девчонки, извините, сразу не увидела ваш вопрос. Так, продолжаем с лепестками белого цвета. вот еще один беленький сюда просится. лепестки лепестки вот этого большого размера мы уже приклеиваем только совсем-совсем на основании самого лепесточка, чтобы он был практически приклеен перпендикулярно основанию, чтобы наша розочка раскрывалась. и теперь переходим к лепесткам снова бордового цвета. лепестки и теперь мы будем кладем лепестки. вот у меня как раз осталось 4 лепесточка и вот они как раз на половину на эту половину и у меня розочка бордовая вот осталось еще два лепесточка белого цвета я их тоже доклеим для них местечко тоже есть вот я смотрю поправляю как листочек лепесточек смотрится как он просится вот девчонки наша розочка готова вот у меня получилась такая дело бордовая роза и тянется вот такая такая вот мне кажется что она получилась как дефирная такая очень очень сладкая дальше девчонки если оставляем сточок на на стебельке на ножке тогда необходимо прикрепить чашелистик берем наш чашелистик прокалываем по серединке и просто приклеиваем чтобы закрыть места склеивания если хотим добиться реалистичности натуралистичности то тогда надо сделать нашего чашелистика еще чашеложа если для броши тоже девочки просто приклеиваем чашелистик ничего больше делать не надо чтобы не было дополнительного утолщения и что потом было можно легко перекрепить на брошь либо заколочку на основании чашеложа можем тоже сделать из фольги берем кусочек фольги складываем такой полосочкой и теперь эту полосочку необходимо обвернуть вокруг нашей проволочки немножечко зафиксируем на клей и стараемся поплотнее отвернуть нашу проволоку все обмотали теперь пальчиками хорошо и давили немножечко нашу фольгу прижали вот такое импровизированная чашеложа и теперь нанизываем наш чашелистик мы будем приклеивать его уже на чашеложа ширина полосочки девочки у меня получилось где-то миллиметров 8 чтобы она скрылась под нашим чашелистиком наношу клей сначала на основание на верхушечку нашего чашеложа нанесла аккуратненько прикрепляю чашелистик ровняю и немножечко как будто на натягиваю но делаем это аккуратно девочки чтобы вот у меня начало уже разрываться амиран нам этого не надо попыталась вернуть теперь дальше наносим клей и подклеиваем все лучики нашего нашей звездочки нашего чашелистика наносим клей и подклеиваем все лучики нашего чашелистик вот теперь у нашей розы есть чашелистик я так еще немножечко придавливаю ноготочками чтобы появилась такая как немножко граница между чашеложи и лепесточками чашелистиком ну и чтобы хорошо закрепился наш чашелистик все теперь наша роза на чашелистики все что вам потом останется это обвернуть проволочку тейп-лентой поправляем наши лепесточки теперь девчонки переходим к листочкам и делаем листочки для листочков нам понадобится супер клей секундный клей так я сейчас быстренько гляну в чат так еленочка пишет у меня получился прям белорозовый зефирчик так нравится спасибо маришечка здорово еленочка я рада что получилось и вам понравилось еленочка пишите чуть-чуть чудненькая роза здорово еленка так как пишет пишет вот бы еще научиться делать сложную тонировочку девочки роза со сложной тонировкой с очень сложной но очень понятной тонировкой мастер-класс входит мой обучающий курс по реалистичным цветам тоже есть ссылочка в нашей группе есть она с с правой стороны колонка там ссылки и там есть ссылка вот на этот курс девчонки кто проходили этот курс они просто в восторге 10 реалистичных цветов там очень много информации по тонировке причем тонировки разными красителями разные разные сложности и ну и принципе там вся информация которой я владею в работе с вами рано так что если интересно анбиша можете переходить посмотреть на этот обучающий курс раньше я его проводила в определенное время то есть набирала группы и проводила в какой-то временной промежуток сейчас его можно пройти абсолютно любое время но единственное что вы будете проходить его не группой а самостоятельно но с моей поддержкой моей обратной связи она там предусмотрена леночка пишет скажите можно ли не обрабатывать утюгом можно не обрабатывать утюгом мы принципе делали первую розу на первом занятии нашей школы мы просто переминали пальчиками без утюга без предварительного нагревания утюга можно здесь просто я немножечко нагревала чтобы ну во-первых быстрее прогревался и лучше прогревался фоамиран чтобы можно было его и перетереть и сделать объем ну можно можно и без этого можно без утюга вот юлечка пишет а еще можно лепестки сделать контрастные по спирали можно юлечка тоже хорошая идея так да ченки пишет какая красота а чем зефирная роза отличается от розы иньян марина марьянова у нее роза черная матьянова да ее фамилия у нее роза черно-белая не знаю чем она отличается я честно говоря ее мастер-класс не смотрела я видела только готовую работу и не знаю может у меня какие-то своих хитрости премудрости так глиночка спрашивает марина такой пистолет нечет мой пистолет практически не течет тут он стоит включен и забыла его выключить но тут буквально вылезло совсем чуть-чуть когда долго он включенный и без работы чуть выливается но в принципе не течет он у меня уже такой совсем старенький и и я понимаю что надо купить на такой более более приличный для работы за аудиторией но я тоже боюсь купить такое чтобы он потом и не тек и был хорош в работе поэтому это пока мой любимый инструмент фиктория пишет марина теперь надо духи запахом розы и улет полный да можно можно духи можно розовое масло да вот или эфирное масло розы капнуть серединку ну и и тогда ваша роза еще будет благоухать так хорошо членки вроде всех перечитала уже благодарности пошли но мы еще работаем еще с листочками сейчас закончим дальше в принципе все намного проще наносим секундный клей аккуратненько тоненькой полосочкой по центру листочка берем проволочку прикладываем серединке и прижимаем чем-нибудь карандашом ножницами что есть под рукой но только не пальцами можно пальцы приклеится я проволочку приклеиваю не на всю высоту листочка где-то на три четвертых там две трети когда когда как получится все листочек приклеили оставляю стороночку приклеиваем следующий зафиксировался вставляем стороночку сразу переверну чтобы было проще так Все приклеились. Так, движемся дальше. И еще два виточка. И еще два виточка. Все, клей можно убирать в стороночку. Теперь наши листочки будем собирать в сложный лист. Там, где проволочки подлиннее, это у нас будет центральный листик. И два боковых, немножечко так вот накидаем проволочку. И вот таким образом собирать будем с помощью тейп-ленты. Вы, девочки, тоже смотрите, как вот, ну, по вашей задумке. Возможно, у вас будет вот так вот один листочек. Возможно, у вас будет один листочек тройной, сложный. И два листочка таких вот ординарных. И вы таким образом приклеите их на свою брошь, либо заколочку. Если будете делать тоже ожерелье, как я делала ожерелье, вот я сделала таких два сложных листа. Но тут еще надо будет больше листочков. Вот таким образом их прикрепляла к розе. Я пока сделаю два сложных листочка тройных. Потом, когда я определюсь, кем будет моя розочка с заколкой, брошью или еще чем-то, уже буду крепить их все вместе на изделие. Собирать будем с помощью тейп-ленты. Отматываем тейп-ленту. Берем эти три листочка. Аккуратненько придерживаем здесь, на месте, где вот соединяются три наши проволочки. Фиксируем тейп-ленту. И плотненько-плотненько обматываем. Все, обмотали. Вот наш сложный лист. Сложный лист розы. Для реалистичной розы можно собрать пять листочков. Вот таким вот образом. Ну, у реалистичной розы, у нее листики намного больше. Я, в принципе, такие размеры листочков давала больше для, именно для украшения. Для украшения там слишком крупные розы, ну, не подойдут, они будут симпатично смотреться. Для реалистичной розы, почему-то у меня проходили курс, у них есть выкройки реалистичного листа розы, можете воспользоваться. Так. 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 вот такие листочки у нас получилось я колок специально нагнула что можно было так вот приложить и вам показать но такая может получиться заколочка печеночки мы наши работы на сегодня закончили сейчас я к вам перемещусь перепозируюсь и если есть какие-то вопросы обязательно отвечу вот наша такая роза такая очень интересно мне посмотреть на ваши результаты кто какую розу снять делал кто делал однотонную но контрастную с листьями кто сделал двухцветную розу очень конечно хочется посмотреть поэтому присылайте фотографии мне будет очень приятно сейчас наши лампы так девчонки если есть вопросы задавайте так скромно так скромно ну мне это название это это звание нравится и вам спасибо большое я знаю что у вас совсем другое время совсем на другом краю света с другой стороны земного шара спасибо что пришли на наше занятие ирина пишет марина ваш умиротворительный голос настраивать на легкую работу спасибо ириночка в прошлый раз благодаря моему умиротворительному голосу лариса снова за компьютер клеем проволочки с обратной стороны с изнаночной на листики с изнаночной стороны клеем наталья спрашивает хорошо будет держаться такие листики да вот хорошо держаться немножечко хуже держится если проволочка тейпированная она овощенная немножко хуже держится но вот на проволочку просто проволочка секундный клей обычно хорошо держит ириночка спрашивает закрытая группа вконтакте или в одноклассниках закрытая группа вот именно по школе вконтакте в одноклассниках у них есть такая основная группа и вконтакте тоже есть основная группа все афамиране называется но вот именно по школе закрытая группа вконтакте девчоночки смотрю еще вопросы так и лирочка пишет мариночка большое спасибо получилось очень красиво в очень подробно и особенно все объяснили спасибо бир так видят уже пишет спасибо спасибо вам девчонки за участие маргарита пишет хотела делать однотонную розочку теперь вырезаю контрастные лепесточки вот заразили мы вас маргариточка так ирина пишет спасибо большое роза получилась классная ну здорово девчонки так мариночка спрашивается можно клеить по одному лепестку а то у меня сдвинулся цвет можно девчонки да вы клеите так как вам удобнее я в принципе показала склеиваем лепесточки ну веером вначале только для маленьких размеров потому что потом удобнее бы клеить по одному можно сразу клеить по одному ириночка пишет мариночка спасибо вам огромное такая красота получилась ириночка спасибо такие слова так ириночка основание для колье это проволока да ириночка это обычная проволока сзади буду прикреплю потом ленточки атласные атласные или репсовые и будет у меня колье на завяточке можно в принципе купить специальное крепление для ну поделок бижутерии и сделать на собачке да на крепление профессиональном наталочка пишет не очень получается подкручивание ничего страшного можете воспользоваться как вспомогательным инструментом зубочисткой прикладывать зубочистку и прокручивать вместе с зубочисткой но ничего страшного если даже сильно не подкрутятся вот в принципе на фотографиях тех роз первые две розочки там где белобордовая и белорозовая они практически не подкручены я даже сейчас покажу фотографии потому что я в принципе к ним хотела вернуться на занятия заработались не показала еще раз фотографии ну чтобы просто напомнить вот ну такую розу приблизительно я пыталась воссоздать но здесь роза такая еще полураскрывшаяся у меня уже розочка раскрывшаяся а вот белорозовая роза видите и у предыдущей у нее в принципе не сильно закрученные лепесточки ну кое-где ну вот здесь чуть чуть ну вот здесь чуть здесь лепесточки в основном практически более менее ровные здесь тоже лепестки практически ровные чуть-чуть идет небольшой изгиб но вы тогда будете делать выпукость то если небольшой изгиб здесь у вас самопроизвольно получится Вот здесь хорошо закрученные лепестки у последней розочки, на последней фотографии. Но ничего страшного, если сильно не получится, не переживайте, не расстраивайтесь. Так, Галеночка пишет, что еще фотографировать это потрясающе. Здорово, значит, в нашем альбоме будет скоро пополнение. Да, Викторша пишет, мы тоже будем назвать это точно фея. Хорошо, договорились, спасибо, девчонки. Так, Тонтон спрашивает, можно ли от стола уже сделать из капель горячего клея вместо фольги? В принципе, можно. Можно сделать, подождать, когда он застынет. Но единственное, что вы потом, когда будете приклеивать чашелистик, вы же опять нанесете горячий клей и предыдущая основа, она немножечко нагреется. Поэтому очень аккуратно надо будет, ну, чтобы просто его не деформировать уже ваше цитоложие. Так, Ириночка пишет, спасибо большое, шикарная роза. Иришка, спасибо и вам за участие. Вот, у оси получилась роза бирюзово-лимонная. Красивая, спасибо, Ириночка. Здорово, класс, какие у цвета выбрали. Умничка. Так, девчоночки, да, много благодарности, спасибо. Так, Наталочка делала однотонную розу, двух цвет наставила на потом. Хорошо, Наталочка, да, это же на ваше усмотрение, вы творцы, вы мастера. Да, ну, я хотела немножечко поработать, как бы поиграть с цветами, ну, и вот, как бы, показать, как я вижу, как я делаю зефирную розу. Так, Олечка только пришла. Роза двухцветная, так задумано, да, так задумано. Ну, вы просмотрите все занятия сначала. Олечка только подошла. Вы поймете, о чем мы говорим. В принципе, я ученицам дала выбор, либо сделать контрастную розу в цвете с листьями, может листья не зеленые, может листья любого контрастного цвета для украшения. Либо сделать двухцветную. Можно однотонную, Наталочка делала однотонную. Так, Алиночка пишет. Спасибо большое, что вы есть и нас учите. Всего вам хорошего, представьте о вашей работе. Алиночка, спасибо большое. Так. Ириночка, ура, родилась новая красота. Купорка компота не помешала. Иринка вообще молодец, супер хозяйка. А Светланка огурцы закручивала параллельно. Ну, молодцы, девчонки. Пусть кто-то скажет, что мы еще круче Юлицы. Так, Мариночка пишет. Спасибо. Как всегда, все замечательно. Спасибо большое. Наталочка спрашивает. Как сделать совсем закрытый зеленый бутон? Ну, в принципе, тот же чашелистик. Только берем основу для бутона, для серединки из фольги. И просто полностью его обклеиваем чашелистиком. И будет закрытый бутончик. Спасибо, девчонки. Много слов благодарности. Вопросов больше не вижу. Ириночка пишет. Пришлите, пожалуйста, ссылку в Одноклассниках. Сейчас я кину ссылку своей группы в Одноклассниках. Девчонки, кто больше обитает в Одноклассниках, им там удобнее. Но здесь у меня основная группа, она по фоамирану вообще, то есть она не только по нашей школе. По школе, именно для учеников у меня есть отдельная группа, но она только ВКонтакте. Как бы в Одноклассниках я уже не дублировала. Так, Еленочка, сейчас я попробую кинуть ссылку, если она пропустится. Вот, он просит. Отключение сейчас, две секундочки. Так, все, кинула, пропустила ссылочку. Кому интересно, ниже, девочки, посмотрите, ссылка на группу в Одноклассниках. Так. Так, Иринка спрашивает, пишет, спасибо за АМК. Я уже думаю, что уже интересно, и будем делать следующую среду. В следующую среду мы будем делать очень интересный цветок, алюм называется, или декоративный лук. Будем работать с мелкими деталями, там понадобится дырокол. Ну, у кого нет дырокола, будем справляться без дырокола, но просто с дыроколом будет легче, намного проще. Вот, Галиночка пишет, делала розы впервые, получилось круто. Огромное спасибо, с нетерпением ждем новые мастер-классы. Замечательно, Галиночка, вас с первой розочкой. Иринка пишет, а букеты можно делать? Конечно, можно. Конечно, можно, Иричка, даже нужно. Просто как бы сегодня, ну, тема больше как бы для украшения, розочку мы делали для украшения, она предполагает использование ее там в заколке, в броши, там, в ободочке. У кого как хватит в контакте. Ну, вы мастер, вы творец, вы вправе решать, кем и чем будет ваша розочка. Может, она будет составляющей букетом. Вот, Станка пишет, кстати, давно смотрела на эти двухсветные розы, очень нравились, но никак не могла себя заставить сесть и сделать. Думала, что сильно заморочена, оказалось очень просто. Спасибо вам еще раз. Вот, Станочка. Здорово. Я рада, что мой мастер-класс пришелся к статям. Иринка пишет, вот таких бы вот учителей в школу, девчонкам было бы интересно. Ириночка, ну, в принципе, многие девчонки уже знают, я учитель по профессии, но я со школы сбежала, честно. Я там долго не проработала. Мне преподавать нравится. Мне немножечко не нравится система наша в наших школах. Поэтому мне больше нравится обучать вот у вас, таких вот учениц, немножечко уже взрослых. Ну, здесь я сама себе начальник. Хорошо, девчонки, спасибо вам за все ваши теплые слова, за ваши слова благодарности. Жду всех на следующей неделе. Также в среду будем проводить мастер-класс по цветку Алиума. Ну, всю информацию я предварительно обязательно опубликую в группе и пришлю на почту. Хорошо, девчоночки, я благодарю всех за участие. Еще раз напоминаю о возможности приобрести абонемент, если хотите, чтобы записи остались вам на память. Ну, и также загляните в обсуждение. Там есть тема, спецпредложения для новых подписчиков и учеников школы. Возможно, кого-то это заинтересует. Там записи мастер-классов, проведенных в рамках флешмоба по весенним цветам и по полевым цветам. Так, все, девчоночки, спасибо большое. Спасибо за ваши теплые слова. Всем до встречи, до свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»